привет луганск мать моя репрессия у меня аж дух зело кому ты это все показываешь жаль что камера не передает запах ты поднимаешь этой цепью свою силу и здоровье в этом духе вот у нас россия так задумано да конечно у тебя чудес которая сказала что наших войск нам нету музыка украли женские трусы это уже смешно а у вас таких целая страна так бывает вот он вообще чувак луганский привет луганский а как вода так я тебе ждал блогер а блогер сильный мать моя репрессия у меня жду взяло здорово луган давай рассказывай ну да я вот и специально очки отдел надел 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 нужно быть надел рио дел ну одеть можно ребенка или куклу или манекен очки можно только надеть маечка вижу на тебе такая стильная где взял такую и ты чернотуре опять ведешь этот блок же бросил давно уже все это очень интересно иди давай так ну просто раньше такие люди не интересны подать а теперь ты попался вот это все ведешь кому ты это все показываешь какая штука я завел новую рубрику мода в россии мучу плохая мода вообще но я хочу против то собственно и не имею даже мне даже нравится даже я бы тебе сказал наверняка некоторые женщины российские они чувствуют в этом какую-то сексуальность вот я как-то даже чувствую скорее всего что еще вот жаль не смотри жаль что камера не передает запах но думаешь что и запах там тоже есть такой какой-то какие-то флюиды издаешь наверняка правда запах только порошка стирал ее в нормальной порошке ты женщинам ты женщина нравишься слушаю у тебя есть мужик луганский ты так-то слушай не гони пожалуйста давай вообще ты так парень прикольный блогер уже с долголетием у меня к тебе один вопрос и ты потом задавай свои хорошо давай давай зачем тебе это золотая цепь на шее для чего ну я и поднимаю какой-то свой этот скажем не авторигидную какой-то силу здоровья в этом духе ты поднимаешь этой цепью свою силу и здоровье в этом духе не здоровья не поднимаю но цепь она висит у меня уже много лет это понятно я же не спрашиваю сколько она висит зачем она на тебе сегодня ты вообще зачем ее носишь надеваешь ее зачем крест и дал сколько он сантиметров как твоя башка а от размера креста что-то зависит конечно зависит что именно первое первый сантиметр сантиметр первой ходки да шучу я подожди секундочку дети у меня пришли а чё некрасиво что я сижу я не я не смотри я не говорю ничего красиво или некрасиво наверняка даже модно что само по себе интересно луганский только не переключайся поговорить и парень силе удастся от тебя переключусь ты что такого интеллигентного собеседника нашел так ты мне объясни а зачем ты и носишь эту цепь сегодня для чего еще и тут на руке вот одно и то же я не спрашиваю как бы 50 грамм 50 грамм смотри луганский а видишь руку мою я еще там 60 грамм вазелина нашу ты куда-то рукой а цепь не мешает тебе куда куда ты делся куда ты пошел ты еще пошел за цепью у тебя еще есть цепь да нет 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 луганский так приятно с грамотой они же момент и мне взаимно так ты объясни про цепь я все всегда когда еще таких людей нахожу и хочу найти вот этот ответ еще ответ на вопрос зачем вы носите эти цепи 50 грамм там 100 грамм сколько это вот на шейное послушайся . вот у нас россия так задумано чем круче цепь тем круче тем патия вот понимаешь это цепь как сказать короче она показывает насколько ты крут да нет нет думаю что нет ну на данный момент нет уже такого нового цепь это ко мне с рождения пришла ты нет не тонул в детстве когда купался в озере из-за цепи которые с рождения нет на меня так у меня у бати даже такой не было у меня бати была веревочка с маленьким крестиком вот а чем отличается смотри у него была веревочка с маленьким крестиком у тебя вот такая вот здоровенная золотая цепура с вот таким крестом а как отличается вот размеры креста в чем различие и за счет то что я денежный чувак а ты типа ты тем самым показывает что у тебя деньги есть да но смысле смотрите люди у меня сколько денег что я купил себе золотую цепь в этом смысле нет ну на данный момент какой-то капнул пятно не обращай внимание я тебя умоляю сейчас так модно в россии я тебе говорю луганский какой ты парень классные мода мода затем это модно в этом сезоне в прошлом в позапрошлом 40-х годов и до 40-х годов следующего столетия это понятно у тебя ко мне какие то вопросы есть есть давай луганский ну я чё ты погнать дальше хочешь или чё не но я исчерпал так практически все но вдруг тебе что-то интересное бежать хочешь или чего луганский вот смотри я тебя отвечаю ты спросил я ищерпал практически все смотри да чё ты там можешь исчерпать в том-то и дело что практически нечего там черпать даже было поэтому как бы проблема и кучи не патчи это цепь у меня родился ребенок тоже ему крестьяру подарил держи протону сколько грамм подарил ты ему крестьяру ну примерно как твои очки я все равно не постесняюсь спросить а зачем тут понимаешь нет да нет да дело это не в этом вот знаете вы на украине стоитесь кто больше себе вазелина вкачал а я хватающую цепью есть такой или нет очень сложно понять мне твою мысль если честно гамский давай о чем-нибудь задаю вопроса ну не уходи не задаю тебе простой вопрос как задавал его на протяжении нескольких лет как ты сам понимаешь почему летом тепло а зимой холодно классика ну вот там на двоих сможете сообразить давай попробуй давай почему происходит смена времен года у вас в россии на планете земля это сложный вопрос я проработал уже не вы я потому что земля вокруг оси крутится часто она крутится каждый год каждый год да почему перемена года каждый год вы крутанулась вокруг своей оси год прошел да конечно у тебя чуть-чуть у тебя чё с каждым годом день рождения не приходит ну ты дурак так-то луганский не хочу тебя материть знаю что ты такой сильный в политике пацан давай о политике нет наливай водки ты можешь что-то сказать хочешь что-то сказать украинцам давай скажи выпей и я переключусь украинцам хочу задать вопрос как закончить так вот эту конкретную войну конкретную войну политическую которую мы сейчас смотрим скобееву которая сказала что в наших войск нам нету чей крым скажи выпей и я пошел чей крым а давай забьем интернет и ты у сам узнай у тебя спрашиваю чей крым скажи как российский по документам а чё ты пошел то пей крыша очкастая за тебя так и живут 40-х годов прошлого столетия и до 40-х годов следующего столетия вряд ли там что-то изменится главное чтобы мы не жили с ними в одной стране но надеюсь мы обзывают вас оккупантами вот негодяи ой блогер что ли то ладно в украине вроде как все записывают этот который трусы потерял ты сектор да слушай что говорят там по поводу что то говорят луганский правда что там трусы что-то у него украли знаешь подробности этого дела не знаешь чисто так извлека слышал что ты трусы потерялся говорят значит у него дача в луганске и там мародеры убрали вот русские солдаты украли трусы а в чем сам прикол над чем все ржут я не могу понять знаю ну то есть ты там женские трусы носишь я не знаю у него украли мужские его трусы которые были на дальше мародеры украли у тебя трусы украли забыл что ли ну а что в этом смешно я не могу поднять как бы ну саму шутку юмора но украли у человека стринги стринги ты тебе у тебя украли стрим понимаешь тебе их верну потом блогер тебя вернул один помнишь партизана в чем шутка юмора заключается но у человека на даче украли трусы мародеры а как бы тут нужно затем пошутить а что тут смешного ты меня висим уже тупой какой то что я не могу это вот пару лет уже как понять не перебивать сейчас тебе тупом объясню давай у человек мужика украли женские трусы это уже смешно ничего не понял женский мужика украли женские трусы это уже смешно если честно не понял что смешно понятно потому трусы твои понимаешь если ты тупой понятно не поймешь а в чем шутка юмора но ведь украли же не женские есть анекдоты смешные и женские анекдоты и анекдоты есть смешные до которых у некоторых людей не доходит вот у меня вообще не доходит шутка про мою честно так не доходит столько лет вообще ну братан а сейчас трусы дальше из чего ты взял что они были женские весь интернет об этом пестрит на я я же не знаю я поэтому правда добиваюсь так вроде как бы нет же не женские хотя и женщины тоже украли но не мои украли все и детские в том числе он не спасет и кружины детские украли трусы моих моих детей украли нижнее белье что тут смешного вот когда ты пудру себя сотрешь тогда поговорим только ты не уходи подожди я не хожу на я хотел уточнить смотри у меня у детей тоже украли все вещи а что в этом смешного над чем вы смеетесь подожди то есть и луганский я не ошибся да да я луганский говорит очень сильно на него похож один из трех а что смешного в том что у меня на даче у детей украли их вещи игрушки украли что в этом смешно что тут смешного я просто но я реально у меня нет к тебе претензий ради бога у мужика украли женские трусы это уже смешно нет если у тебя украли мужские трусы это было бы не смешно а когда все шутят что мол типа женский то как бы сам шутка юмора в том что типа у тебя украли женские трусы в этом шутка юмора заключается ну что типа ты мужику который носит женские трусы согласись нравится тебе ну что теперь ну природа такая чё теперь поделаешь я теперь и ты не поверишь я реально вот ты мне сейчас начинаешь объяснить я хотя бы приблизительно начинаю понимать над чем вы все ржете а до этого никто тебе не мог донести да но партизан тебе уже предлагают возьми вот они твои лежа так это он взял у дочери или у жены трусы извини я извини я немножко в личку тебе залезу вопрос личный такой я не отвечаю на личные вопросы никогда я никого не задавать не буду тогда хорошо интересная за да я тебе отвечу и пойду ты при мне объяснил понимаешь суть какой размер носишь размер чего трусов но я а вы сейчас на чем ты почему интересуешься мужскими трусами сейчас с какой целью дарилу 8 марта а ты типа шутишь что ну типа ты гей да у типов такой я не гей мужик меня не интересует мужчины вообще ларили да вообще совершенно никогда с детства не интересовали мужики совсем на это понятно мне просто есть скрытый видишь как а у вас таких целая страна так бывает но я в этом не есть совершенно не смотри обычно это называется смотри обычно это называется латентность это когда люди ну шутят про сексуальную ориентацию другого человека интересуются размером трусов других мужчин это называется латентный гомосексуализм это типа как будто бы ты шутишь а сам такой закусив нижнюю губу а какой у тебя размер трусов я никогда не интересовался мужскими трусами мне поэтому ты говоришь скрытый вот это как раз и есть вот не ланды ланды это не так ты неправильно сказал это пассивный получается латент есть пассивные активные латентные это не одно и то же это те которые над этим шутят постоянно про это говорят говорят что у нас мы у нас никаких геев нет а сами постоянно что я тебе буду иметь короче у меня будешь там то и то тем самым фантазируя понимаешь носитель женских трусов и ты хотел это сейчас короче стрелку на меня хочешь перевести типа я просто ты не понимаешь слово значение слова латентность а так то по сути ты такой и есть твои намеки видишь такие такие тонкие тонкие если ты повернешься назад ты увидишь как твой дружок даже ножки вот так вот расставил свои типа ну как бы пытается себя соблазнить так мужик я как зовут блогер барусь казали неинтересно говорить вот об этом я хочу о политике поговорить так что давай дальше прощать давайте давайте про политику я хочу вам ответить на один вопрос ну вернее не хочу могу если вас что-то интересует я отвечу я же сказал его интересовали почему-то мои трусы в луганске да нет буду на трусы у нет с луганска ну а он сам откуда оттуда же луганска ну да ну как там в луганске живет он пердатель я не знаю ну общайтесь там о политике хотел что-то спросить у меня есть вопрос я отвечу нет я пойду я просто это очень смешно в реально ржанка просто реально ржака это лучше стрим видео сейчас да нет а что ну просто интересно стрим нет нет ни стрим запись выйдешь потом будешь звездой ютуба заходи почитать комментарии про себя те понравится партизану привет а хотел у тебя уточнить на секундочку а ты какие смотришь юмористические передачи вот и чувство юмора у тебя откуда из кого и наистом смеха панорама под петросяна ты смотрел в детстве или задорного смотреть что что задором вообще задор на понял как кто питер петросян трассе ваще чувак огонь огонь понял стоянов старые серии аншлаг 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 все я понял регина дубовицкая о это это мы женщина твоей мечты я так и понял все принципе как бы я исчерпал я пошел давай удачи спасибо вот приблизительно так воспитывает для чувства юмора совковый аншлаг аншлаг с регины получите распишитесь